Запланированные участниками общественного объединения задачи выполнены. Такой результат озвучили на 27-й отчётно-выборной конференции Брестской областной организации «Билтис». Представители объединения ежедневно стараются делать всё возможное, чтобы люди, которые утратили возможность видеть, могли успешно адаптироваться в обществе. А потому такой итог прошедшей пятилетки – результат плановой работы всех членов общественной организации. Большой акцент был на обеспечении тоже людей современными техническими средствами. Сейчас в тесном сотрудничестве с комитетом мы обеспечиваем людей современными смартфонами, дезиплеерами, часами, совершенно другого, скажем там, дизайна, более современного. Очень активно стали работать в этом плане социальные центры, социального обслуживания, которые являются нашими основными помощниками на местах, и мы им за это искренне признательны. В общем-то, работа велась очень большая и серьёзная. Прошедшее пятилетие выдалось достаточно результативным. Вопросы трудоустройства инвалидов по зрению решались эффективно. Хорошим примером является предприятие «Вертекс Брест», где свою возможность на социализацию получают люди, имеющие проблемы со зрением. Но серьёзные проблемы со здоровьем – не причина отказываться от жизни, которую многие не представляют без труда и общения. К слову, трудоустройство – не единственный вопрос, который решали представители общественного объединения. Повышение уровня образования инвалидов по зрению, обследование их материально-бытовых условий, оказание различных видов социальной помощи, создание условий безбарьерной среды жизнедеятельности, организации культурно-массовых, спортивных и иных реабилитационных мероприятий. Это и многое другое входило в сферу их деятельности. В первую очередь, конечно, мы видим изменения, благодаря принятию конвенции, с принятием плана по выполнению конвенции, мы видим, очень многое изменилось в плане создания условий безбарьерной среды. Либо, как это сейчас уже по новому законодательству будет, универсальная среда. То есть очень много особенностей по городу Бреста, начиная с 2018-2019 год, к тысячелетию, города сделано очень много. Во-первых, у нас появился в Бресте один из первых транспортных инфраструктур, это наш автовокзал, где именно сделано в комплексе безбарьерная среда, для всех категорий людей, где учтено уже практически все. И это радует, и мы не будем стоять на месте, тоже будем продолжать эту работу. К слову, одним из важных изменений в структуре общественного объединения стал процесс ликвидации первичных организаций. Такое решение назрело из-за того, что прежний подход в работе устарел. Новые формы должны дать положительный результат, считают участники. На Брестскую областную организацию ложится очень большая нагрузка. Все члены области, все члены Белтиза уже будут как бы, перейдут под Брестскую областную организацию. И, конечно, им нужно пересматривать свои планы, подходы и формы работы, чтобы как-то охватывать всех, чтобы никто не остался, чтобы вот эта ликвидация первичек не отразилась, в первую очередь, на членах товарищества. Научить людей жить с пользой для себя и окружающих, самореализовываться и приобретать полезные навыки. К выполнению этих задач стремится Брестское общественное объединение Белтиз, руководить которым продолжит вновь избранная Ирина Юриня. Цель у нас остается та же – это повышение уровня и качества жизни людей с инвалидностью по зрению. Задачи, в общем-то, можно сказать те же самые, но уже в более новом, серьезном ракурсе. Ну, во-первых, наша основная цель и задача – это защита прав и законных интересов людей с инвалидностью по зрению. Это содействие в реализации комплексной программы по реабилитации людей с инвалидностью через государственные структуры, через выполнение государственных программ и, естественно, через выполнение национального плана по реализации на территории Республики Беларусь Конвенция права инвалидов.